Марсель Пруст, если бы вы могли в себе изменить что-нибудь одно, что бы это было? Может быть, я вычел бы с ним немножечко лет. Хочу чуть-чуть помолодеть, но немножко, очень немножко. Скажите, а в каких случаях вы лжете? Очень во многих. И считаю это правильным. И я лгу, потому что считаю, что человек, который говорит чистую правду, это страшная сволочь. Знаете, еще, потому что в сковорении Пушкина сцена из Фауста, вот где Фауст разговаривает с Мефистофелем. Мефистофель, вот этот гений зла, этот Люцифер, он говорит чистую правду. Ни слова, ни правды говорит он. Вот это очень характерно. Из того, что принадлежит вам, чем вы больше всего дорожите? Театром, если можно сказать, что он мне принадлежит. Своим домом. Назовите три ваших любимых писателя, если можете. Да. Достоевский, Пушкин, Островский. Все русские, да? Да, да. Ну, я бы, конечно, назвал бы Шекспира еще, если так. Четвертый. Да, да. А какой литературный герой вам ближе всего, если есть такой? Подпольный человек из записок из подполья. Хотя это страшная падла. Но ни в одном другом герое нет столько про меня. А я себя падлой не считаю при этом. В этом некоторый парадокс. О чем вы больше всего сожалеете? О том, что моих родителей нет со мной. Как бы вы хотели умереть? Но только вот не на сцене. Вот эти все романтическую фигню, вот эту я категорически не приемлю. Какое слово, если такое есть, вы больше всего не любите? Слово кашель. Потому что кашель в зрительном зале означает не внимать. Провал. А я думал кризис. Ну, это на втором месте. А какое слово вы любите? Успех. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Я ему скажу, Господи, как я рад, что ты есть. Господи, какое счастье, что ты есть. Я так боялся иногда. Что тебя нет, прости меня, пожалуйста, за это. Это был Константин Райкин. Спасибо большое.